Евгений Малкин встретился с президентом США Дональдом Трампом, а челябинский теннисист Тимур Хуснулин завоевал европейскую бронзу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Подробности в обзоре спортивных новостей Валерия Китченко. Президент США Дональд Трамп назвал магнитогорского хоккеиста Евгения Малкина высоким как баскетболист. Это произошло во время визита игрока в Белый дом вместе с товарищами по команде Питтсбург Пингвинс. Евгений Малкин. Где он? Выглядит как баскетболист. Большой парень, сильный, жесткий. Трамп также назвал россиянина второй частью двуглавого монстра за результативную совместную игру с хоккеистом Сидни Кросби. Добавлю, что в Белый дом Малкин был приглашен в составе своей команды. Президент США встретился с хоккеистами, тренерским штабом и менеджерами Питтсбург Пингвинс в связи с завоеванием очередного Кубка Стэнли. И эта встреча породила множество шуток. Так, американцы недоумевают из-за того, как Трамп назвал южноуральского хоккеиста Евгений. Пользователи соцсетей сравнили это с женским именем Дженни. Кроме того, американский президент похвалил команду за патриотизм. При том, что лидеры Питтсбурга иностранцы. Кросби родом из Канады. Малкин из России. Хоккеисты трактора начали очередную домашнюю серию с поражения. Команда Анвара Гатиатулина не справилась с напором финского юкерита, который в регулярном чемпионате проиграл только армейцам Санкт-Петербурга и московскому Динамо. У черно-белых наконец-то вернулся в строй после затяжной травмы Александр Черников. Он повредил руку еще в первом матче сезона против Лады в августе. И накануне, впервые после восстановления, вышел на лед. Черников сыграл в звене Александра Рыбакова. Ритм так и так и не поймал. То есть везде опаздывал, что за нашими и за ними тоже не успевал нигде чуть-чуть. Надо в себе покопаться, почему мы туда не лезли, почему мы шайбу не держали. То есть такие поигрывали мигромоменты, то есть маленькие дуэли. Они выходили победителями из них. Начало встречи сложилось неудачно для хозяев ЛД. Ник Былин заработал два удаления подряд и оба раза команда из Хельсинки наказала черно-белых. Это сделали на шестой и седьмой минутах первого периода Мэтью Гилрой и Джон Норман. В оставшееся время больше атаковали гости. Челябинцы отвечали редкими и не столь опасными выпадами. За минуту до кончания третьего периода в ворота Василия Демченко влетела еще одна шайба. Ее автором стал Мэтью Гилрой. Итоговый результат 0-3 в пользу Юкинка. Не очень удачно сложился первый период. Получили ненужное удаление. Пропустили два гола. И, наверное, это решило. Вот пытались изменить, навязать свой хоккей, но не получилось. Уступили в движении. Следующий матч «Трактор» проведет 12 октября с Витязем из Московской области. Прямую трансляцию можно смотреть на нашем телеканале и сайте 1obl.ru. Начало в 19 часов. Тимур Хуснулин из Челябинска выиграл бронзу на чемпионате Европы по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования с участием представителей 31 страны прошли в славянском городе Лашка. Ученик тренера Константина Попова из спортивной школы Олимпийского резерва «Юпитер» дебютировал в состязаниях такого ранга. В командном турнире он выступил в паре с Александром Исауловым из Саратовской области. Россияне взяли верх над соперниками из Греции, но уступили будущим чемпионом континента из Великобритании. В итоге у наших спортсменов бронзовые медали. Южноуральские дзюдоисты завоевали 12 наград на всероссийских соревнованиях в памяти героя-разведчика Николая Кузнецова в Екатеринбурге. Соревнования состоялись в 43-й раз. В них приняли участие 144 спортсмена из Уральского, Приволжского, Сибирского федеральных округов, а также Санкт-Петербурга. Победителями турнира стали Оливтина Гаитова и Екатерина Кошелева. Серебро добыли Иван Серцев, Михаил Будаков, Денис Дудушкин и Екатерина Петрова. Бронзу получили Белоледин Абдалимов, Алексей Карманов, Никита Кириллов, Вениамин Придера, Юлия Невраева и Елена Масалимова. Победители состязаний получили право на присвоение звания Мастер спорта России и путевки на первенство страны среди спортсменов в возрасте до 23 лет. Валерий Китченко, ОТВ ПОДПИШИСЬ!